С самого утра возле дома, где жила 8-летняя Полина, собираются люди. В 12 часов начинается молебен. Последнюю путь девочку провожает несколько сотен человек. Те, кто знал ее лично, те, кто просто пришел почтить память ребенка. Это горе не одной семьи. Это горе нашего города и страны. Поеб ребенок. Невинная душа. Отца нет, отец в России остался. Она была для мамы отрада. Это одна единственная. Мама жила ради нее, ради этой Полины. Мать Полины в больнице, Анатолий, крестный отец этой женщины. Но ни его, ни даже родных пострадавшие пока не пускают. Виктория в тяжелом шоковом состоянии, хотя физически понемногу идет на поправку. Говорят, что сегодня уже кушают. Я не был, потому что не пускали в больницу пока. Восьмилетнюю Полину похоронили на городском кладбище. У всех, кто провожал девочку в последний путь, на устах слова о справедливом наказании виновников ДТП. Прощание с погибшей восьмилетней девочкой прошло спокойно. Люди продолжают нести цветы к месту трагедии. Город усиленно патрулирует милиция, хотя сегодня массовых митингов в Константиновке уже не было. Самые активные участники беспорядка в Константиновке задержаны. Речь идет об организаторах и тех, кто поджег две милицейские машины и автобус. Обстановка в городе стабильная, но угроза провокации остается. Раздувается негативная информация в интернет-сетях. Все эти сайты зарегистрированы на территории Российской Федерации и призывают людей к акциям неповиновения, выходу на улицу и массовым беспорядком. Трагическим ДТП занимается военная прокуратура. По решению суда двое военнослужащих, которые ехали на бронемашине, как минимум на время следствия будут под арестом. Им грозит 8 лет лишения свободы. Карслав Кречко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интерн. Карслав Кречко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интерн. Карслав Кречко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интерн.